народ привет набережная зеленджика посмотрите какой отель красивый отель называется компас таком германском до каком-то стиле баварском статуи такие до девушка очень интересный отель вообще геленджик я вам хочу сказать для меня было поразило меня геленджик настолько здесь все вырезано набережная такая красивая гривот просто ница да вот ница смотрите сосны старинные тут еще вот осенью мы были была парусная регата вот этот пляж это публичный городский а песочек навозной навозной следят за ним смотрите как навезли а когда летом бесплатно или платный бесплатный лежаки плотные а так бесплатно какая бухта какой вид вообще как в ницей горы на расчетницу даже служи с техними иммигрантами которые залезали этого заезжали кругу цветет климат конечно может ветер вечер что немножко прохладно ветер устал такой вот смотрите ходишь по набережной гуляешь просто обалдеть так что сам нарисов поведение джекарь на то на тему если кто не знает куда ехать отдыхать а у вас наверно там северных районах всех до сих пор до лежит а у нас вот уже все цветет пчелы жужжат мы видели пчелы джелы жужжат деревья цветут вообще длинная набережная очень очень приятно гидко выложена а именно было в таком плане что вот для дорожки такие чистенькие были сутки и деток с камен был а а и и и и и и и и и Автограф в лёте и поёшь, что чуть тише, чем от сына в кавалье, но так и, слава богу, Великий партий на коскарник выдвигался французом, не забивал моё имя и мне. Тазва город на карте, но задёрнуты шторы и разложенные ванны. И моё сердце остановилось в моё сердце, Ну, смотрите, мы в самом центре Геленджика, сейчас вечер, прямо вот уже солнце село, смотрите, здесь всякие огоньки горят, здесь у них гиацинты посажены на клумбе, пахнут просто божественно, и вот всякие такие светильнички, да, такие, в виде звёздочек таких. И на площади тут ребята играют, музыканты. Всё хорошо, гуляет, за козе гиацинтов, горы. Очень всё красиво, достойно, да, поражает, конечно, Геленджик. И плиточка идеально, ровненькая, один к одному. Чистенько свет, всякие светильнички, такие всякие фонари горят. Достойно, говорю, город сделали, конфетка. Ну, ты тоже гиацинты, да, ещё с какими-то жёлтенькими, они утянутыми, гладко, глазками или с чем-то, такие тут или антирозовые. Идёшь по улице, прям запах стоит, просто обалденный. А это центральная площадь, да? Да, да, да. Это администрация справа. А, вот это, да, справа? Угу. Вот это администрация. Так пахнет вкусно чем-то. Что-то жарят, да? Гляньте, какая интересная экспозиция, что-то такое. Интересно, прямо. Вот такое. Вот, знаете, вот интересный фонарь. Вот вам море. Летом тут, наверное, вообще просто... Летом, наверное, обалденно, да, гулять? Это причал, отсюда же уходят. А, причал, да, вон, гляньте, корабли какие-то там стоят. Вот вам и Геленджик, ребята. Да, я думаю, что Сочи гораздо хуже в плане ухоженности, страну, да? Там у них вот эти вот вверх-вниз, туда-сюда, всё. Много таких вот настроен друг на друге гараж на гараже, да? А тут всё-таки довольно-таки всё цивильно. А тут они концерты, наверное, летом делаются. Всё время концерты есть там, и здесь. Я думаю, что завтра слизь, наверное, мать. Вот, администрация мирская. И сыграют. Ну, сейчас, конечно, не сезон, поэтому людей не столько много. Ну, очень достойно. Я думаю, летом даже, когда жарко, да, такой ветерок, наверное. Чудесно здесь, всегда. Всегда чудесно, да? А летом много людей ходит? Много. Прям толпы, да? Много людей. То есть, ребята, в принципе, как вариант купить квартиру, сдавать в аренду, приезжим. И вам держать её на пенсию или на выходные там, на какие-то, да, в отпуск можно приехать. Вот, я думаю, по-московски хорошая инвестиция. То есть, геленджик будет, наверное, только разрастаться, да, в будущем? Мантура сказал, я сделаю из геленджика вторую виницу. Вот так, вторая виница будет в геленджике. Так что, ребята, берите сейчас, пока ещё есть. А потом уже виница будете покупать. Недвижимость. Вот. Мне очень нравится геленджик. Очень нравится. На самом деле, я не была сто лет, я, наверное, была ещё при Советском Союзе в последний раз. Даже не помню, где. Ну, вот тут вот, в центре, я в набережную вот эту не помню. Вот. И тут я приезжаю, я просто в шоке, насколько всё продумано. Чистенько, достойно. Ну, если Мантура сказал вторая виница, значит, вторая виница будет всё. Вот. А тут же ещё что-то, это винодельня какая, да? Шикарная. Да, тут весь есть. Винодельня, ребята, смотрите, у меня будет ссылка на видео с винодельня. Шате де Тулей. Де Тулей. Да. Шатео. Шатео де Тулей. Там просто шикарная, там проводятся дегустации. Ежедневно хлопнули, да, там дегустация. Вот у меня есть видео, посмотрите. То есть обязательно, если будете в Келеджике, сходите на дегустацию. Рекомендуем. Да, очень красиво. Ещё бывают, наверное, ужины какие-нибудь там, да? Да, да, хороший ресторан. Там ресторан, да? То есть нужно, в принципе, там ресторан спать. Да, да. Тоже вот куст какой-то цветёт. А это магнолия цветёт, да? А скоро туда-сюда сирень начнёт, да, цвести? Вначале, это очень долго, где ходят, а магнолия цветёт. Очень красиво магнолия. И главное то, что вроде в море, да, и то же время вот такие все сосны. Реликтовые такие, прям старые, да, сосны. Ёлки, ели, туи. И это всё воздух создаёт такой определённый, как со смолой немножко, да, такой вот чистый воздух. Ой, как красиво, да? Тут какие-то арки, какие-то такие. И вот, говорю, вот сколько мы идём, идеальная плитка. Идеально, просто ровненько. Скажи, наверное, всё-таки вот там где торговые центры, там вот такая уже вот эта плитка ходуном ходит, да? А тут как, они либо хорошие были работники, которые сделали изначально, правильно сделали, наверное, да, что не нужно её перекладывать или что-то с ней делать. Вот, бедный магазин, вон пельмеша какая-то. Вот. Ну, чем хорошо вот эти деревья иметь, это когда жарко летом, да, на пляже. Можно тут, Света говорит, прямо под этим, под деревом можно ложатся люди в сетенёчек под деревом и лежат себе, чтобы не жариться. Ну да, городок такая же мчужинка, как я бы сказала. И хорошо, что она ещё мало, может быть, известна, как в сравнении Сочи, да, допустим. Ну да. Да. Поэтому есть ещё возможность по цене не сочинская взять недвижимость тут. Потому что когда-то народ сообразит, что в Сочи уже нереально что-то купить. Вот. А тут такая скрытая жемчужина побережья нашего. А Новороссийск, он всё-таки более промышленный, да? Да, это же портовый город. Портовый город. Это тоже ресторан какой-то или что-то? Это ресторан, да? Да, хинкали. Ага. Грузинская. Ну вот, вот ещё что же, что грузинская? Хинкали тоже. А набережная дальше продвигается, что ли? Да, да, она дальше. Ещё дальше туда идёт? Ничего себе. Мы идём и идём. Это памятник какой-то есть. Сейчас посмотрим. Скульптура-турист. Скульптура-турист. Это вот так выглядят, ребята. Туристы. Обалдеть. Идёт, идёт эта набережная, да? А это музей какой-то, да? Музей исторический. Вот сколько бывает, ни разу не было. А где же будет этот Масленица? На рыночной площади, да? Ещё где-то, они сказали. ДК какой-то центральный, ДК какой-то. Дворец культуры какой-то. Дворец культуры. Очень красиво везде пахнет гиацинтами. Вон они опять, да? Гиацинты. На Рузарете какие-то ещё тут ресторанчики. Новиковый ресторан. Смотрите, какой-то кекс. А это Приморье. Отель, да? Знаменитый отель. Знаменитый отель Приморье. Что там, спа всякие, да? Там как пеки с выдачной. Ну, там, клиника своя. Очень много классических хирургов, святолов. В общем, прямо таки интересно. А кекс это, ну, как кулинария в основном, да, пафешка? Вот так. То есть тут этот геренжик не прекращается. Продолжаем двигаться. А он прямо, наверное, вдоль бухты, да, вот построен весь? А вот же я военный был. И когда он ещё был лейтенантом, по майорам, ну, там, на ком, на ком-то был, они рады вам встречать. Ага. Часто, фактически, я каждый день приезжала, здесь отдыхала у них. И поэтому... Ну, что-то фонари не включили, большие вот эти красивые, круглые. Забыли включить, а сезон не начался, да? Да. Сейчас сезонов включат. Вот видите, тут всё пляж, да? Это всё пляжи, пляжи. Да. Вот. И сидеть в ресторане, и вот, и вид какой на бухту. А вот памятник у нас, это, наверное, защитникам, да? Вот герб, я вижу, советский на памятнике. Сейчас посмотрим. Вечная память. Блайсавета. Ага. В 1917 году в Геленджикском районе. А что было в павшем, вам советую? Это во время... А что, антанта что, для оккупации какая-то бывали что-то? Да нет. Я вижу, очень. Железный пантов. Помните, это же вот здесь вот всё. Вот это всё, да? Да, Железный пантов. Вот это люди шли по горам, уходили от этих... Кто-то уходил от этого финифа. Надо интересно прямо узнать, провести исследование, что тут было. Вот как пахнет шашлыками, прям внимание. Наверное, шашлыки остановимся. Давайте. Ребята, ресторан узбекской кухни. Вы посмотрите, я говорю, я просто не успею, не встаю удивляться российским дизайнерам, который это всё придумал. Вот дети взяли избочек, смотрите, какие-то сделали вот такие столчики. Избочек сделали столики. Вот, вы знаете, какая прикольная вообще... Вот всё, что тут декорировано, оно просто мне вызывает постоянное удивление, как из какого-то маленького, небольшого ресторанчика можно намастить вот такого непонятно чего. В общем, мы пришли в узбекский ресторан, и сейчас мы будем тут есть плов. Продолжение следует...